Чем дальше от майского дня 45-го, тем больше осознания того, на краю какой пропасти стояло человечество. И до сей поры нет, наверное, семьи, где не вспоминали бы своего героя, о которых не всё ещё сказано и написано, как и о самой войне. Галле Курочкиной было 18, когда её в июле 42-го призвали в военкомат. Хрупкую девушку с роскошными волосами направили служить в контрразведку, знаменитое управление СМЕРШ. Только сейчас, по прошествии многих лет, открываются тайны легендарного управления. За годы войны контрразведчики разоблачили более 30 тысяч шпионов. Именно благодаря СМЕРШовцам фашистам не удалось предвосхитить ни одной крупной операции советских войск. Июльским днём 42-го Галину, одну девушку на весь состав, военный эшелон уносил на запад. Немецкие самолёты разбомбили его по дороге. Фашистские лётчики гонялись за каждым солдатом. Уже бой прошёл, шли солдаты наши, кто раненый, на повозки везут, кто идут пешком. Около нас шли. И они опять на нас как налетели, как начали бомбить. И они бросились под машину. И вот так ноги оторвало им. А я встала, машина вся в осколках. Я живая. Небольшая передышка и вновь дорога на фронт. А их было ни один, ни два. Сталинградский, Третий Донской, Южный, Четвёртый Украинский, Прибалтийский, Третий Белорусский. Там, где приходила служить, были кровь и смерть. На лошади ездила. Машины не проходят. Грязь. Я верхом, солдат с автоматом. Или два. У меня мешок документы. И я еду вот на лошади. Ой, сколько пережила я никогда. Я не думала, что я останусь живая. Рядом со мной убивала людей. Вот сидела я, работала, печатала на машинке. И мне только что принес солдат обед. И налетели. Они начали нас бомбить. И стояла Третья дивизия. И медсенбат был этих раненых наших бойцов. И вот он побыл тут. Как налетел, как начал бомбить. Смотрим, уже его нету. Его убили. Он вот только у меня был рядышком со мной. Я живая осталась. Меня сополи пробивало даже осколками. А я рядом. И оставалась, видимо, моя судьба такая, что ли. Для младшего лейтенанта Галины Курочкиной война закончилась в Кенигсберге. И здесь началась новая жизнь. Но уже под фамилией Пономарева. Своего избранного она встретила на одной из фронтовых дорог. Иван Пономарев прошел войну сапером. В каких только переплетах не доводилось ему побывать. Но, видимо, судьба хранила солдата для Галины. После военной жизни сплошные переезды. Калуга, Иваново, Горький. Можно перечислять дальше. Это нормально для офицерской семьи. И вот после Семипалатинской у Лануде. Рядом с правдочкой Сашенькой. Которую боевые ордена на груди Галины Ионовны привлекают пока только своей красотой. Скромная, красивая женщина Галина Пономарева мало кому говорила о своей боевой молодости. Такая была служба СМЕРШа. С которой не могла соперничать самая сильная в то время германская разведка. Владимир Жаров, Вести Бурятия, События недели.